В ближайшие буквально дни планируется начать текущий ремонт французского бульвара, потому что ни для кого не секрет, что дорожное покрытие, хоть оно и из брусчатки, но на сегодняшний день находится в достаточно неудовлетворительном состоянии. Факторы, повлиявшие на эту ситуацию, их несколько, это в первую очередь старые сети, которые приходится чинить и потом восстановление проходит не совсем качественным образом дорожного покрытия. Это прокладка новых сетей инженера, которые ведут к новым строящимся домам. Это эксплуатация крупногабаритных, больше грузных автомобилей, которые используются для строительства, которое ведется на французском бульваре. Поэтому на сегодняшний день дорожное покрытие имеет массу просадок, провалов, которые действительно мешают проезду автотранспорта, общественного транспорта. Поэтому принято решение провести устранение этих просадок, провалов и планируем начать это буквально в ближайшие дни. Ремонт будет проводиться текущий, это будет по локальным местам, где самые такие большие просадки и провалы. Будет разбираться бурщатка, восстанавливаться основание дороги и укладываться, естественно, уже в уровень, для того, чтобы покрытие было абсолютно ровным. Проводиться работы будут локально, без полного перекрытия, естественно, движения, как при обычном текущем ремонте. Поэтому сложности проезда, естественно, их не избежать, поэтому приносим свои извинения за временные неудобства, просим потерпеть, но все это делается для того, чтобы более комфортным сделать передвижение по французскому бульвару. Работы будет проводить компания «Пикстрой». Есть договоренность со строительными компаниями, ведущими работы по строительству домов на французском бульваре, что данные работы будут проведены за счет их средств. Работы планируется провести на всей протяженности французского бульвара, естественно, локальными моментами, и они будут проводиться, все зависит от погодных условий еще, к тому же от интенсивности движения по французскому бульвару. Поэтому мы ориентируемся, что это будет от полутора до двух месяцев.